Всем привет, с вами Саша Генальф и Гоши Грибс. Проект первая варка пивоварни... Всем привет, с вами Саша Гендерл и Гоша Грипс. Проект первая варка пивоварни Биарбрю. Всем привет, с вами Саша Гендерл. Давай сначала, ну нафиг. Всем привет, с вами Саша Гендерл и Гоша Грипс. Проект первая варка пивоварни Биарбрю. И сегодня у нас на обзоре две бутылочки от уральских пивоваров Джоус. И атомная прачечная. И не так давно на нашем рынке появилась Black IPA, ещё чёрная атомная прачечная. С чего бы ты хотел начать? Давай с классики начну. С классики, да. Пока Саша наливает, расскажу историю про то, как я однажды после нашего обзора... Нет, ну не после обзора, а до... Гоша немножко перебрал. Ну, немножко это слово правильно говорит, много. Говорю, Саш, блин, мне бы чего-нибудь такого выпить. И Саша мне взял дружище. Более интересное пиво я в жизни не похмелялся. И было так офигенно просто, когда тебе не очень хорошо в жизни, а очень хорошо становится с каждым глотком. Возникает слово алкоголизм у меня на подсознании, но хотелось бы к нему как-то отдалиться. Ну, про пену не знаю, чего говорить, она у нас сошла вся. Её и не было. Запах вполне себе нейтральный, чувствуется там хмелёк какой-то. Ну, запах хмелевой и достаточно сильный. Есть хмель в аромате. Что, в аромате есть хмель? Есть хмель. Его достаточно. Это и па. Очень чистое, очень чистое пиво. Оно очень светлое. Янтарное. Я не знаю, как ребята это делают. Фильтрации. Смотри, ничего нет. Ну, фильтрации. Так, 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 так. Алкоголь 7,2. Кто не знал, кстати, у прачки 7,2 алкоголя. Довольно-то крепкое пиво. Хотел бы обратить внимание на этикетку. Много набрано букв всяких. А здесь на самом деле Джоус, Брю, Индия, Пэйл Эль. Я думал, что они просто взяли и покрасили этикетку. Нет. Не поленились. Вот здесь вот блэк фигурирует. Видишь? Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Запах хороший. Запах хмелевой. Запах ипашный. Гоша уже пьет во всем. Пьешь. Ну, пей-то пей. Горько. Горько, ребята. Хочешь сказать, что бутылочный вариант лучше, чем разливной. Знаешь, я ни разу, и не только Саша, и вам признаюсь, ни разу не пил ни одно пиво, в котором был разливной, то есть кеговый вариант, был бы круче, чем бутылочный. Ни одного пива. Не было такого пива, в котором я из кеги попробовал прям бомба, а из бутылки, ну, так себе. Кто не пробовал, возьмите, попробуйте. Но, если вы не любите горькие сорта пива, ни в коем случае не берите, потому что у вас будет очень негативное мнение об этом пиве. Я бы сказал, что это пиво нужно пить подготовленным и ждать, знать, чего вы от него ждете, ждать этого от него, потому что, как Гоша, горечи в нем много, но, по-моему, умеренно, умеренная горечь, запах обалденный. Вот. Горечь появляется в основном в послевкусии, во вкусе. Вы там не найдете себе утешения в сладости какой-то или... То есть, вы компромисса в нем не найдете. Там будет горечь, и она будет вот просто на первом плане, и никак вы от этого не уйдете. Но, если вы любите сильно охмеленные сорта на горечь, то это пиво ваша. Ты пьешь, оно сначала хорошо заходит, и потом по языку вот это вот по небу идет горечь, в которую хочется тут же запить, заесть чем-то, молоко. Дайте мне, пожалуйста, сок, компот, винище, пожалуйста. Когда говорят, что... 101 ибу. Да, 101 ибу. То, ну, как бы, это по тинсету или нет, посчитано. И в таком случае вы получаете либо 101 ибу, либо это 80 на самом деле. Ну, нет, не районе 85. Сложно! Непонятно! Пиво на самом деле не очень горькое, и более того, горечь это ненавязчивая, и она очень быстро сходит в послевкусии, она появляется, и тут же, буквально через 2-3 минуты, она практически до нуля сходит. Вот сейчас, чувствуешь? Все чувствую. Чувствую? Чувствую хорошо. Прям погружаюсь вот мыслями в тот момент, когда я еду с тобой в машине, спрашиваю, есть ли у тебя рука. А это первое варкет в Варни Биарбрю, и мы пробуем Black и Па от Джоус. Прачечная. Атомная. Пробуем черную прачку, посмотрим, чем она лучше белой. Или хуже. На самом деле, как бы, стиль разный. Black и Па, или другое название, Cascadian и Па. Это сорт, выведенный где-то в Америке, на северо-западе Соединенных Штатов. Там начали впервые добавлять в классическую Американ и Па. Жону Сол. И получает такой вот красный, коричневый, черный цвет при сохранении всех остальных ТТХ Американ ИПА. Это горечь, это аромат еловый. Ну да, прежде всего. Послевкусие мощное. И, наверное. Да, и послевкусие горькое, и немного такое копчено-жженое. Запах, кстати, очень похож на классическую прачку, которую мы выпили буквально минутку назад. Допили. Я думаю, что они просто добавили какой-то жонный солод, который им более импонирует. И все. И все. Очень-очень сложно. Накидай мне, пожалуйста, что жонный солод. Я тебе сказал, я про корову сказал, что... Нет, про жонки, накидай мне какой-нибудь... Карафа. Карафа. Ростутбарли. Ну а что, если они сюда добавили карафу, ростутбарли? Ну, не знаю. Я не думаю... Ну, в небольшом количестве, может быть. Красный цвет говорит о том, что здесь, скорее всего, кроме караромы, находится еще и меланоидин. Ну, хотя бы чуть-чуть его есть. Зачем? Зачем? Затем, чтобы с коричневым сделать красный. Я вижу таким цветом реды, они видят блэк и паа. Многие, кстати... Брлевань похоже. Многие пиарные из Вермонта, Орегона, они видят как бы... Блэк и паа. Все такие бледные-бледные, да? Нет, они видят блэк и паа именно таким цветом. Так что тут, как бы, каноны такие расплывчатые достаточно. 7,2-7,2, 16,16, температура 2,4. То есть, вообще не морочитесь по поводу того, какие исходные задавать. Из чего я делаю вывод, что салата, которые они применяли, никак на сахаревомость не влияют. Сахар не дают, поэтому они добавляли сюда исключительно... Другой салат дает сахар? Кроме жоного. И в профиле, даже в аромате, я чувствую здесь редрам. Пока ты не говорил о редраме, я о нем даже не думал. А вот сейчас прям... Я сразу на нем подумал. Я не могу скачать с этой мысли, что прям, ну, очень... После первого-второго глотка, прям, когда приходит вот эта вот жоночка небольшая... Знаете как, в магазине нет редрама, возьму вот это, это не вариант, да. В моем магазине нет редрама, и уже который месяц нет редрама. И я хочу попенять людям, которые ответственны за... Где редрама, ребят? Редрама в мой магазин. Где редрама? У нас ломка, ломка, да, видите, Саша трясет просто. Если вы пробовали классическую прачку, вас вот это пило, я думаю, абсолютно не расстроит. Другое дело, что если вам не по вкусу, привкус жженых салатов, то, может быть, не стоит даже экспериментировать. Пейте классику и не обламывайтесь. Вот есть двигатель, да, и хорошо бы подсосаться к нему каким-то еще стилем, тем более он не сильно отличается. Я бы выпустил абсолютно новый сорт. Ну, его попробовали, когда там что-то сравнили, сказали бы, а кто-то еще такой, знаете, такой вот ушелый, типа Саша, сказал бы, а вы знаете, блин, а вот это вот херобол, мне кажется, что это взяли по классическую прачку, туда крооробы засыпали и вот выпустили вот в таком вот виде. И ребята, чтобы сразу не обманывали, сказали, да, это она и есть, только с другими саладами. Аромату, который был в оригинале, добавляются в запахи именно жженые салада. А насколько они жженые, знают только киломатами, что ж такое-то. Добавили пшеницы, вот тебе Вермонт, добавили жженого салада, вот тебе Каскадия, Анныпа. И, как бы, американцы в этом не видят никаких проблем, потому что у них очень большой разбег именно в самом сорте по ТТХ. То есть он может быть и черный, он может быть и темно-красный, он может быть и светло-красный. И все это называется Black IPA, и как-то, ну, все неплохо. Но оригинал мне нравится больше. А мне одинаково нравится. Вот я ставлю оценку, я поставлю одинаковую оценку. Ну, кстати, в общем, по запаху. И они будут высокими. Вот оценку просто атомной прачечной, черной атомной прачечной. Я, ну, в формате ТТХ я поставил бы четыре с половиной каждому. Я бы ее не назвал черной, я бы ее назвал... Браун. Я бы назвал Red IPA. У вас путь вот к этой бутылке был свой. Вы сначала сварили это, затем добавили женку, как мы видим. Может быть, вы скажете, о, ребята, да вы вообще мимо кассы своим выводами промокнулись. Нет. Другой, нет, другие хмеля, а хмель это превалирует в этом пиве. Нет. Саш, ну, а че, нет, ну, а че? Ну, как, ну, на кого похоже? Там, там совершенно другой хмель. Похоже, похоже, похоже. Ну, похоже тебе, мне и нет. Я так думаю, что Джонс там тоже самое, все сидят. Да-да-да. А я, знаешь, только, признаешь, что в гости так, корором, так, говорит, так вот, растирает, как-то ее так, расшелушивает, говорит, ну, на, говорит, понюхай, вот, пристал. И вот через эту пиву пропускает, вот так вот, вот, ты понюхай, вот, круто будет? Да, будет круто, и такой, потер лимон, говорит, а, ну, че, клево, руки пахнут, да, вот. Хороший пивас, ребят, блядь, что ты закапываешь себе вообще? Пива урага Джонс, отличный эксперимент, очень удачное пиво, вердикт мой таков, кому нравится классическая прачка, пейте обязательно темную, вас это не разочарует. Те, кто не любил из-за горечи, может быть, классическую прачку, даже не прикасайтесь к этому пиву, потому что оно вас точно не обрадует. Советую попробовать Black EPA от Джоус, черная атомная прачечная, на самом деле, очень неплохо. Я, кстати, вот, ближе к концу, бутылки, прям, вот, все больше и больше мне нравится это пиво. Да, я допиваю, мне прям с каждым глотком, оно, ну, оно не разочаровывает, оно, вот, ровно то, чего я жду от него, оно все дает. Уверен, что это просто классический вот этот вот эльф, который добавил в Джон и Соло, и все, ничего более. Но эксперимент очень удачный, и если есть такие вот люди, которые прям вот тащатся именно по Black, и по, я не знаю, вот эти пять человек в России. Ну, покажи мне, где здесь Black. Нет, да, ну, ну, это не принципиально, понимаешь? У тебя в лучшем случае, Браун. Ладно, все, давайте, всем привет. С вами были Саша Гендель, И Гоша Грибс. Саша Гендель, И Гоша Грибс. А с вами были пивоварня Джоус, Саша Гендель, И Гоша Грибс. Проект Первая варка пивоварня Биарбрю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайки. Этому видео, другим видео. Смотрите все наши видео. Посмотрели это, следующее видео. Не наши. Все лайки ставим. Слушайте Black Metal. От Саши специальное предложение. Пейте Black E-Pay и слушайте Black Metal. Инстаграм, фейсбук. Вы все в курсе. Вы уже не первый раз вообще нас видите. Поэтому все знаете, да? Всем пока. Пейте вкусными. Кто-то в первый раз нас видит. Ты нас первый раз видишь? Да нет, кто есть неофиты. Может быть это вы. Я тыкаю так вот, а там сидит вы и нас видят первый раз. У тебя ратистик фантазии включили девушка. А может быть это пенсионер? Ну что, а другому не мешает. Девушка пенсионер. Вообще очень редко существует. Он сейчас знаешь, что угодно может быть. С вами был Саша Гердер. И Гоша Грибс. Проект Первый Варка Пиварни Биарат Брю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Лайкайте наши видео везде, где вы их увидите. Фейсбук, Инстаграм. Все для вас. Пейте вкусные меры. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok